Почти треть домов Жизказган относятся к категории ветхого жилья. 34 дома признаны аварийными. Большинство из них построили несколько десятилетий назад. Некоторые как временное жилье. Но и сегодня в них продолжают жить люди. Подробности в материале нашего корреспондента. Жизказган с Руслан Ленингс, женой и тремя детьми, более 10 лет проживает в доме по улице Байконурово. Жилье аварийный фундамент просел, крыша протекает, в стенах трещины. Обслуживанием коммуникаций жители занимаются самостоятельно. Аналогичная ситуация и в соседних домах. Хозяева квартир и рады бы сменить место жительства, но финансовой возможности нет. На компенсацию, которую госорганы выплачивают при реквизиции аварийного жилья, соглашаются не все. Первоначально были предложения, что у них копейки по 4 миллиона за трехкомнатную давали. На них только гараж купим, больше мы ничего не купим. Будем жить, смотреть. А так никто не уезжает отсюда. Будем свое добиваться. В 2021 году в Жизкозгане запустили программу реновации. Воспользоваться ею могут владельцы аварийного и ветхого жилья, а также собственники объектов бизнеса, размещенного в них. Да, ожидают, чтобы была программа реновации, чтобы действительно было как в реновации прописано, жилье на жилье. То есть квартира на квартиру. Либо та рыночная стоимость, за которую люди смогут приобрести, пусть даже во вторичном рынке, какое-то жилье. По плану Акимата программы должны охватить 138 ветхих и аварийных домов. Но пока результат не столь значительен, как хотелось бы. На месте снесенных четырех аварийных домов построили только три многоквартирных дома. Из трех компаний, с которыми изначально подписали меморандум о строительстве жилья, осталась только одна. Инвесторы заинтересованность проявляют, но потом начинают просчитывать варианты, встречаются с жителями. У нас неоднократно проводили встречи с жителями, но к конкретному соглашению не приходят, потому что тоже они считают свои расходы и считают, что им это, видимо, невыгодно. По мнению специалистов жилищной инспекции, помочь в процессу могли бы изменения в законодательстве. Привлечь на строительство не только инвестиции, но и госсредства. Условия предоставления квартир жителям аварийных домов тоже требуется пересмотреть, считают они. По закону о жилищных отношениях им можно предоставить только в пользование арендное жилище. Соответственно, они на арендное жилище не хотят переселяться. Это надо, чтобы именно им по программе реновации разрешалось им сразу предоставление собственности. Проблема ветхого и аварийного жилья актуальна и для Садпаева. В городе таких домов около двухсот. Теперь вся надежда жителей, которые не смогли прийти к соглашению с инвесторами, только на комплексный план развития региона. В нем предусмотрено поэтапное обновление жилищного фонда до 2026 года.